Сокрушение Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Святаго Отца нашего Иоанна Затауста Слово о сокрушении Продолжение Так и нам надвижало бы, чтобы не сказать чего более, оплакали от нерадения о своем спасении С такой любовью и готовностью всем Должно бы направить туда очи души И постоянно памятовать, и представлять его себе Между тем, как потерявшие детей и жен Не занимают своего ума ничем другим Как только представлением отшедших от них Мы, потерявшие Царство Небесное Думаем обо всем больше, чем о нем Из тех никто, хотя бы царского рода Не стыдится обычной печали Но и сядет на землю, и заплачет горько И переменит одежду И с великую готовностью подчиниться Всем прочим требованиям такого горя Не станем думать ни о своем воспитании Ни о состоянии тела Ни о могущих быть последствий и болезнях От изнурения Но все перенесем весьма легко Такое и даже большее терпение Выказывают не только мужи, но и жены Сколько бы они ни были слабы А мы, оплакивая ни детей, ни жен Но погибель души Души не чужой, но своей собственной Притворно ссылаемся на слабость тела И нежность воспитания Если бы зло ограничилось только этим Но теперь мы не делаем и того, что нам Нисколько не нужна сила телесная Так скажи мне Какая нужда в силе телесной Когда надо бы насокрушить сердце Помолиться трезвенно и бодро Подумать о грехах Не изложить гордость и надменность Смирить ум Вот что умилостивляет к нам Бога Не требуя большого труда А мы этого не делаем Плакать о душе значит не только Чтобы облечься во вретище Заключиться в келье и сидеть в темноте Но постоянно памятывать о своих грехах И мучить совесть этими помыслами Непрестанно измерять то пространство пути На какое мы отстоим от Царства Небесного Как же скажут этому быть? Как? Если мы будем всегда иметь пред глазами гиенну и ангелов Которые во время суда разойдутся повсюду И соберутся всей вселенной Имеющих быть отведенными в гиенну Если станем размышлять Какое великое и без гиены Наказание лишится Царства Поистине Если бы даже не угрожал нам тот огонь И не ожидали нас вечные наказания То одно отлучение от кроткого И человеколюбивого Христа За нас предавшего себя на смерть И претерпевшего все Чтобы избавить от того мучения И примирить с Отцом своим нас Бывших по грехам врагами его Одно это Хотя бы мы и не лишились Предлежащих неизреченных и вечных благ Больше всякого наказания в состоянии И пробудить на души И расположить к постоянной бдительности Если мы только читая пример пятидеев Которые из-за недостатки Или отлучины были от брачного чертога Скорбим об их несчастье И наравне с ними Сами и смущаемся То при одной мысли Что и мы сами подвергнемся Тому же за беспечность Кто из нас будет настолько каменным Чтобы постоянно имея в душе Этот пример предаваться нерадению Можно бы распространить слово и более Но так как оно сказано нами Только из послушания А не по другой нужде То и написано больше чем требовалось Мне хорошо известно Что ты сам строго содержишься Добродет и сокрушение И мог бы даже молча учить ей других Если бы они пожелали Хотя не дольгло пожить С твоим благочестием И ведить твою крестную жизнь Так если нашим современникам Нужно учиться сокрушению Они должны идти в твое жилище И потомки слушать о твоих делах Великое, я думаю, руководство К этому доставит Один рассказ о твоей жизни Поэтому прошу и умоляю Наконец вознаградить нас И воздать своими молитвами Чтобы умение не только говорить О сокрушении Но и оказывать его делами Потому что учительство без дел Не только не доставляет Никакой пользы Но даже приносит Великие вреды и осуждения тому Кто проводит жизнь свою В такой беспечности Не всякий говорит Господь Говорящий мне Господи, Господи А кто сотворит и научит Тот великим наречется В Царстве Небесном Аминь Матфея 5.19